История Господи, просим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Господи, пребудь с нами в этот вечер, сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по Слову Твоему. Тебе же Слава посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание Петра, вторая глава, с 13 по 15 стихи. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Человеческим созданием называют начальников, поставленных царями и даже самих царей, поскольку и они избираются или поставляются людьми. Описание называют иногда созданием и установлением, как, например, в следующем месте, дабы из двух создать одного нового человека. И так говорит, будьте покорны мирским начальникам, но будьте покорны для Господа, как Господь заповедал. Что же Господь заповедал? Отдавайте кесареву, кесареву, а Божию Богу. Евангелие от Матфея, 22-21. Посему, если они приказывают что-либо противное установлению Божию, им не должно повиноваться. Так заповедал Христос, тоже заповедует теперь и ученик Его. Это для того, чтобы язычники не могли говорить, будто христианство приносит неспровержение жизни гражданской, будто в нем причина неурядов и возмущения. Для Господа. Делает это прибавление и для верных. Некоторые из них могли сказать, сам же апостол обещает нам царство небесное, 1 глава 4 стих, и через то приписывает нам великое достоинство. Зачем же опять унижает нас, подчиняя нас мирским начальникам? Итак, если кто-нибудь скажет это, тот пусть знает, говорит, что эта заповедь не от меня собственно, но от самого Господа. Сам апостол Петр и указал, которым и каким начальникам должно повиноваться, именно тем, которые воздают должное, прибавляет и причину. Во-первых, такова воля Божия. Во-вторых, наша покорность начальникам доказывает наше благоповедение и сверх всего посрамляет неверных. Ибо когда они злословят нас как гордых, а видят, что мы смиренны и в чем следует покорны, то через это более пристыжаются. Ну, давайте на эту тему немножко порассуждаем. Здесь на что хочется мне обратить ваше внимание. Вот все знаете, помните, что в 1917 году произошла Великая Октябрьская Социалистическая Революция и к власти пришли коммунисты, безбожники, атеисты, которые проповедовали атеизм, рушили церкви. Потом, позднее, образовалась структура под названием Московская Патриархия, которая основала Сталин и Берия как карманная структура государства. И сегодня вот это вот называется сергианство, церковь с властью, симфония такая у них. Вот. Что тут можно сказать? Вроде как бы они защищают себя, вот эти церковники, которые с властями, и говорят, ну как, само Писание говорит, что нужно власти подчиняться. Всякая власть от Бога, есть такое еще место Писания, они тоже это приводят. Те, которые сотрудничали с безбожными властями. Я сейчас найду это место. Спасибо. так что-то пошло не так не могу вспомнить откуда если кто помнит помогите пожалуйста пишите в чате где это сейчас не могу вспомнить всякая да не всякая вообще здесь четко апостол петр говорит нам для чего мы должны быть покорны власти и какой власти значит как от него посылаем им то есть вот от кого от него то есть от этой власти вернее от царя либо от власти было бы от ней посылаем то есть от царя посылаем и вот эти вот правители для чего для наказания преступников а сегодня власти сами преступники стоят воры примеру нужно ли им подчиняться да нет конечно же господь не укради они как писание с ворами сходишься не думаете ли вы что я такой же как они господь говорит с прелюбодеями здесь апостол петр говорит не нужно таким властям подчиняться вот и когда митрополит серии сергей строгородский подписывал предательскую декларацию не нужно было этой власти подчиняться не нужно она не от бога это власть почему потому что она вот под это не подходит для наказания преступников они сами были преступники град награбленные грабители и для поощрения делающие добро а верующих христиан они не поощряли в гулаг ссылали за веру ибо такова есть воля божья да нет воли божьей на том чтобы верующих сажали за веру какая же это власть это антивласть это без власти такой власти не нужно подчиняться она не от бога вот значит прислали это место спаси христос римлянам 13 1 всякая душа да будет покорно высшим властям ибо нет власти не от бога существующие же власти от бога установлены здесь тоже на это место нужно толкование дать не всякая безбожная власть от бога но это понятно логически безбожная власть то власть которая говорит что бога нет разве она может быть от бога не 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 может здесь не не это имеется ввиду что нет власти не от бога сама здесь имеется ввиду бог сделал так что на земле существует власть то есть это установление божие то есть иерархия должно быть и беспрекословно ниши подчиняется высшим тоже есть такое местописание и даже в церкви есть епископ священник диакон и клир и уже миряне то есть все вот этой мы должны подчиняться а когда нет подчинения называется бесчиние жена мужу должна подчиняться вот ну давайте прочтем толкование еще что ты говоришь неужели всякий начальник поставлен богом не то говорю я отвечает у меня теперь слова не о каждом начальнике в отдельности но о самом начальстве то есть само начальство от бога то есть понятно чем игру что есть начальство что одни начальствуют а другие подчинены и что нет смешения между высшими низшими это я называю делом премудрости божией то есть бог так установил что есть начальствующие и есть подчиненные только это имеется ввиду ибо не сказал нет начальника но нет власти не от бога поэтому говорю рассуждает о самом предмете о начальстве они о начальниках добавлю от себя не всякий начальник от бога понимаете он может быть безбожник сатанист чего ему должны подчиняться да нет конечно подобно сему когда премудрый говорит разумная жена от господа высказывать не то что бог соединяет каждого вступающего в брак но то что брак установлен богом и так все власти какие бы не взял в рассмотрение отца ли над сыном мужа ли над женой все ли прочие даже те которые существуют между животными так как дрессировщик подтверждают например между пчелами журавлями рыбами все установлены богом в стае собак еще четкая иерархия есть вожак есть одни в собаке другие подчиняются все это все от бога богом на за наряжена все и с этим мы должны смириться по другому называться иерархия еще вот иерархию википедии видите что это такое прочитать полезно что это за слово такое иерархия вот и когда вам сотрудничающие с властями священники ради гнусной корости и безбожных властей поставленные священники за деньги говорят что вот всякая власть от бога и вы и вы не верьте и не подчиняйтесь и не слушайте их потому что им власть нужна не для поощрения делающих добро не для наказания преступников для того чтобы сами преступники вот эти священники они лютые волки их писание не щадящие стадо они народ не учат они просто живут за их счет за их жертвоприношение паства темная деньги жертвует непонятно на что и зачем вот верят все во всякие обряды всякие мощи вера не евангельская но людей устраивает такая хоть такая какая вера лже вера кривославная псевдо православная не истинная православная вера вот и прикрывается вот что вот власти за нас власти власти а власти видно что он бритый в галстуке он там то с масонами то с иудеями со всеми разницы нет тут же православный край может молиться с нашим и вашим вот законы безбожные всякие сдают конечно это власть она не от бога но нам заповедано за них молиться это вот так есть молимся чтобы и покушения не было властей чтобы мы жили тихо и и мирно чтобы гонений не было при сегодняшней власти хоть слава богу этого нет в россии всяком случае мы спокойно раздаем евангелие никто нам слой чего не говорит как-то был закон яровой где якобы боролись вот со всякими сектами но у нас это как-то слава богу не коснулось несколько раз останавливали полицейские посмотрели что вы раздаете евангелие по благословению патриарха кирилла это наш все и даже ничего не документ не проверяет хотя документы у нас сделаны что мы имеем право вот это миссионерской деятельностью заниматься на всякий случай но ни разу этими документами воспользоваться не пришлось что власть она как бы пока он хоть она и безбожная но она не гонит так сказать толерантно относится к верующим уверит и верит раздает раздает пока пока значит вот так значит итак вернемся к слову иерархия то есть от греческого священные видите вот слово какое я даже не знал что и еще она переводится как правление порядок подчиненности низших звеньев к высшим организация их структуру типа дерево принцип управления централизованных структур так петра 217 для чего-то павел предлагает если есть возможность прям копируйте и вставляйте сразу полный стих чтобы его или вы просто то что мы сегодня проходим сейчас петра какое петра непонятно встречи пишите в чате пожалуйста по делу чтобы я не отвлекался петра 217 для чего павел ответьте пожалуйста сергеев тушенко пишет притчи 24 глава 20 21 стихи бойся сын мой господа и царя с мятежниками не сообщайся потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих кто предузнает и ерос священный то есть от этого слова произошло слово иерархия и архиправленная то есть священное правление называется иерархия иерархия она есть говорю еще и у животных хотя когда был учетом священного животное не живут однако так бог за заповедал всех почитайте братство любите бога бойтесь царя чтите вот это наверно петра 217 до спаси христос к 1 петра на на 28 ну это вот сейчас мы будем как раз читать дальше немножко опережаете события вот он 17 стих дойдем сейчас до него не спешите и итак вопросы поэтому по этим стихам нету то есть власть она должна для поощрения делающие добро быть и для наказания преступников вор должен сидеть в тюрьме да и аминь все для этого власти существую почему-то она этих воров сражает а других отпускает продажные судьи первое петра 2 16 как свободные никак употребляющие свободу для прикрытия зла но как рабы божии о чем здесь говорится то есть чтобы мы делая добро заграждали уста невежеству безумных людей как свободные никак употребляющие свободу для прикрытия зла но как рабы божии толкование будьте покорны как свободные как рабы божии не только начальников но и всех почитайте братство любите бога бойтесь царя чтите как свободные слова эти я златоуст объясняет так дабы не сказали мы освободились от мира стали гражданами неба зачем опять подчиняешь нас начальникам и велишь повиноваться им для сего и говорит покорает покоряет покоряйтесь как свободные то есть как верующие в большой буквы освободившего вас и однако же заповедовавшего подчинение казалось бы освободил и тут же заповедовал подчиниться к свободным и или рабы давайте разберемся ибо этим вы покажете что свободу по которой отказываетесь от покорности вы не употребляете для прикрытия намеренной злобы то есть непокорности и непослушания то есть если вас христиан власти наказывают за какие-то преступления вы не должны гореть мы христиане мы теперь вам не должны подчиняться ты преступник государственного закона и закона божия но сегодня к сожалению законы такие что они в разрез идут с законами божьих мирские законы закон например оба однополых браках разрешено в европе с чего ранит все это закон а развод легко что это за закон божьи заповедь нам говорит я вам говорю не разводиться муж не должен оставлять жену и жена если разведется с мужем называется перелюбодействие преступница сейчас бы ввели за за прелюбодеяние пять лет тюрьмы так как бы хорошо было бы однако нет этого если введут сажать некому будет будет все кто должен сажать все первые должны сесть туда все мир грешным прелюбодение все друг другу изменяют можно об этом выражении как свободное сказать нечто и в другом смысле свободен в господи тот кто не подчиняется ничему безнравственному вот она свобода истина а не та которая провозглашается в европе свобода 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 мы свободны теперь от греха а те поратуют за свободу другую свободу от совести у бога десять заповедей у дьявола одна делай что хочешь и вот это вот можно и свободно делай что хочешь нет мы свободны вот от этой одной заповеди дьявольска делай что хочешь мы от нее свободны христос нас освободил освободил и взял нас к себе в работники мы теперь исполняем его заповеди 10 заповедей моисея и 9 заповедей блаженства мы теперь свободно того делай что хочешь если каждый будет делать что хочет жизнь на земле прекратится сразу что без любви где нет любви там ненависть убивать друг друга люди начнут ничто и сдерживать не будет жить лицемерно свойственно не свободному а тому кто в рабстве у страстей например предан человеку воде или иной какой-либо постыдной страсти а рабы божие должны быть далеки и чужды страсти и посему ныне заповедует оказывать подчинение властям добродушно и искренне и без не принять при без неприязни к ним и не по принуждению не питая сердце злобь бы не прикидываясь искренними и простыми оказывать повиновение не наружно только а с расположением сердечным далее написано никак употребляющие свободу для прикрытия зла это кратко может быть выражено так наружно представляешь микрофон и как на олег бушила у вас по-моему был микрофон не как употребляющие свободу для прикрытия зла это кратко может быть выражено так наружно представляясь простыми и искренними как бы под прикрытием свободы а при испытании оказываясь страшными и совсем другими чем каковы по наружности вот так еще можно могут некоторые лицемеры вот эту свободу использую я уже выше об этом говорил совершает преступление когда спрашивали позволительно ли подавать подать кесарю то есть они думали что сейчас христос скажет что надо подавать кесарю как мы же теперь свободны что-то нас под это и и опять подгоняешь а если скажет не надо а бунтовщик против против государства и лукавство как бы хотели его но премудрость христос отвечает божий богу а кесарева кесарь а кесарева кесарю только тогда когда кесарь он с богом когда кесарь против бога когда и чего не надо подчиняться далее пишет апостол петр втором своем послании вернее в первом послании во второй главе 17 по 22 стих пишет так всех почитайте братство любите бога бойтесь царя чтите слуги со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким но и суровым ибо то угодно богу если кто помышляя боги переносит скорби страдая несправедливо ибо что за похвала если вы терпите когда вас бьют за проступки но если делая добро и страдая терпите это угодно богу ибо вы к тому призваны потому что и христос пострадал за нас оставив нам пример дабы мы шли по следам его он не сделал никакого греха и не было лести в устах его толкование богу говорит воздавайте страх а царю честь если же должно иметь страх перед богом могущим погубить и душу и тело матфея 10 28 то мы не должны повиноваться царям когда они приказывают там что-либо бездравственная вот о чем я говорил и мужу не надо подчиняться жене если он предлагает что-либо бездравственное пойдем в капище выдать-ка со мной не ходи не поклоняйся им дом это богу не угодно ибо страх божий умеет побеждать и почтение к царям а когда принуждает его к худому то он даже и лишает их чести по словам святого уничижен пред ним лукавную щи и псалом 14 4 слово страх употребляется в различных значениях страхом называется во-первых страх сознательный его апостол же называет теперь совестью он же называется и благоговением страхом называется во вторых страх исполненной страсти испытываем при предстоящем наказании этот страх замечается и в зверях страхом в третьих называется страх первоначальный который бывает у приступающего господу вследствие сознания что за многие свои проступки они достойны наказания таким страхом побуждаемая пришла к господу упоминая упоминаемая в евангелии блудница евангелие от луки в 7 главе страхом еще называется страх совершенный когда всегда присущ всем святым который всегда присущ всем святым ибо они боятся чтобы у них не оказалось недостатка в чем-либо таком что должно быть у проникнутых совершенной любовью апостол убеждающий слуг повиноваться господам со всяким страхом не устраняет той мысли что слуги должны относиться господам со страхом во всех помянутых значениях ибо первоначальный и совершенный страх если они имеют он и располагает их хорошему поведению первый побуждает их остерегаться проступков чтобы не потерпеть за них чего-либо неприятного другой внушает чтобы они не думали сделать своим господам что-либо неприятное и так здесь апостол говорит о страхе по совести то есть по сознанию долга он наводится бесчестными господами на слуг их даже и тогда когда сии ни в чем не виноваты одобряя сей страх апостол заповедует переносить все стерпение поскольку боящиеся потерпеть за грехи совершенные на деле и от совершения которых убереглись если что-нибудь пострадают за он и обнаруживают себе врагов благоразумных и склонных к исправлению но несравненно выше любомудря того кто не сознавая сам собой ничего худого переносит все с благодарностью это великий подвиг совершаемые немногими и низводящие особенное благоволение божие так как человек сей соревнует страданием христом так как и христос страдал не за свои собственные грехи ибо он не сделал греха исайя 53 9 но страдал за нас и за наши грехи за преступление народа моего претерпел казнь говорит пророк исайя 53 8 сей похвальный страх предполагает апостол но не менее желает чтобы слуги водились и прочими страхами и это видно из слов вот со всяким страхом впрочем выше прочих страхов поставил страх за совесть и самым ясным образом выразил что только этот страх достоин хвалы поскольку прочие страхи имеет причину для гнева господна слуг а этот не имеет ее вопрос есть да Вячеслав Семенов вот еще и заметил про законы сегодняшние безбожные которого по этому закону разрешено недоубийство то есть аборты и мало того что нам приходится все эти убийства оплачивать из своего кармана то есть налоги мы платим эти налоги идут на лечение в кавычек вот этих вот мамаш кукушек который или детей убивают или в детдоме оставляют вот такие законы не должны мы им подчиняться таким законам вот это вот мне понравилось что если начальник у тебя на работе начинает тебя ни за что поносить там или гнать или придираться а ты знаешь за собой что нет ничего вот со Славой Семеном вот такой до бороды докопались а там причина там другая была там начальника поставила думаю место на место и ему не понравилось и вот начались и вот он снес все это с терпением богу это угодно ну да до этого я о них не молился а сейчас постоянно болюсь ну вот исполняешь заповедь и когда молишься за человека который тебя обижает у тебя во первых мир в сердце он не может тебе уже сделать зла ты за него молишься ты ему благо желаешь да и ты уже ну как сказать выше его становишься в духовном плане то есть он тебе не может ничего зла никакого сделать он то не молится за тебя он не желает тебя добра а ты желаешь желаешь его исправления вот 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 молитва господи сам знаешь какими путями приведи его к покаянию но это по себе знаю какими путями меня господь привел к покаянию через болезнь смертную я когда вот так вот молюсь о человеке вольно или невольно желая ему вот этой вот болезни духовный киллер такой ну а неизвестно это все равно неизвестно может ему и не болезнь на господь сам знает да 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 но я то думаю так хоть бы ты заболел и покаялся для смирения то что греховные эти мысли или нет но если если я через это прошел и мне это во благо было почему другому человеку это ну вот ты делаешь тому что желаешь и себе на себе испытал пользу испытал на себе и такую пользу желаешь да да не так как говоришь чтоб тебе повылазило да значит ничего такого тут в этом нет польза будет но некоторые я слышал знаю что уже и онкология и все уже распрощался человек со всеми близкими сестра вот тут делилась и все равно продолжает вот эту свою атеистическую политику дочь до этого была неверующая никак он не воспитывал только уверовал начал теперь уже начал воспитывать в кавычках да нет да жизнь только одна да надо вот ее все от жизни взять уже одной ногой в могилу покаяния никак нету в основании это уже одержимость когда уже так вообще так вопросы по начальникам по иерархии все понятно в каком случае подчиняться в каком случае не подчиняться все сверяйте со словом божиим если начальник говорит против евангелия какие-то неблагопристойные вещи вас заставляет делать не подчиняйтесь вплоть до того что лучше остаться без работы работу можно у другого начальника найти чем как написано кто душу свою сбережет то есть работу свою берет сбережет деньги для пропитания тот потеряет ее потеряет то есть то есть ради каких-то временных благ ты покривишь душой казалось что такое края бороды подпортить зато зато будет из чего уделять нуждающемуся зарплата хорошая видишь как вот к славе сатана подошел среди этой женщины все вот человек твердо остался и господь не оставил и начальство утихло и все 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 ищите прежде царствие божие все это приложится вам то есть царство божие и правды его царство божие это в том что бог мой царь он мне сказал не порти края бороды я ему подчинился все а то что он мирской начальник мне сказал подстриги подровняй нет извините должно служить более бога нежели человеков а я тебя уволю увольняй бог для меня придумал нечто лучшее всегда в пример ставлю сестру нашу работала в банке в коммерческом зарплатах хорошая была уверовала приняла крещение в потерявке надела платок пришла в банк на работу ей сними не положено нет не сниму тогда увольняйся увольняйте и уволили ведь ее она устроилась нянечка в детский сад и безумно рада зарплаты в несколько раз меньше но на душе легко 1 петра 2 глава 23 25 стихи будучи злословим он не злословил взаимно то есть христа на пример ставят когда начальники на злословят несправедливо нас пытаются залп по зарплаты лишить или вообще работа несправедлива то есть вы думаете сразу христе он вообще безгрешный был у нас все равно какие никакие на грехи на работе всегда есть и есть за что нас пожурить потому что мы как грешные склонны к греху так скажем неосознанно но стараемся исполнять все как 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 не всегда получается с этим нужно согласиться иногда начальник он прав бывает будучи злословим он не злословил взаимно страдая не угрожал но предавал то судьи праведному то есть как предавал вспоминаем прости им господи ибо не ведают что творят то есть молился за вот этих злословящих просил прощения но бог он может простить а может не простить поэтому но мы молиться должны чтобы господь простил потому что они грешат из-за нас мы повинны в том что они из-за нас грешат косвенным образом конечно он грехи христос наши сам вознес телом своим на древо дабы мы избавившись от грехов жили для правды ранами его вы исцелились ибо вы были как кофсы блуждающие не имеющие пастыря но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших ах как если бы каждый священник был блюститель душ наших заботился бы пас нас повещевал нет сегодня этого лютые волки не щадящие стадо захватили корабль церковь пираты захватили корабль толкование может кто-нибудь скажет как апостол петр говорит здесь что господь когда его злословил не злословил взаимной да страдал не угрожал когда мы видим что он называет иудеев псами глухими фарисеев слепыми матфея 15-14 иуде говорит лучше было бы этому человеку не родиться матфея 26-24 иудеев раз отраднее будет садому нежели городу тому матфея 10-15 казалось бы злословил взаимно вот ответ вот слушайте апостол не то говорит что господь никогда не укорял или не угрожал но что когда его злословили он не злословил взаимно и когда страдал не угрожал есть такая поговорка дурак сам дурак то есть это вот взаимное злословие ибо если он иногда укорял то не в отмщение тем которые злословили его но по на силу укорял упорных в неверии а это большая разница злословище его говорили бес в тебе евангелие то на 7-20 и еще он изгоняет бесов силой князя бесовского матфея 12-4 и вот человек который любит есть и пить вино матфея 11-19 когда он слышал это злословил взаимно отнюдь нет но одним сказал если я силой вельзевула изгоняю бесов то сыны ваши чьей силой изгоняют матфея 12-27 тех же которые называли его любящим есть и пить вино он уподоблял детям играющим на торжеще и говорящим товарищам мы играли вам на свирели и вы не плясали мы пили вам печальные песни и вы не рыдали евангелие от матфея 11 глав 16-17 стихи а когда он висел на кресте и страдал то не только не угрожал но еще молился за злодеев евангелие от луки 23-34 иуде угрожал он для того чтобы отвлечь его от предательства равно и тем которые не будут принимать учеников равно и тем которые не будут принимать учеников его объявил что им будет хуже чем содомлянам для того чтобы слушать или хотя бы страхом преклонить к странноприимству и к тому что для них спасительно посему слово апостола петра убеждающего незлобию примером господа весьма истинно предавал все судьи праведному то есть господь когда не злословил за им то есть богу который на будущем суде воздаст каждому по делам его без всякого лицеприятия по сущей справедливости 1 петра 1 17 когда по приказанию пилата его бичевали то он на теле своем вынес и раны от ударов желание вместе она заложена богом в каждого человека и она не есть такое то вот греховная я раньше думал что мстить это грех и господь говорит не мстите за себя возлюбленной если это грех то . и все дальше продолжением мы не отмещение я вас дам если это грех значит да бог же не может грех совершить а господь говорит я вас дам мне отмещение то есть он эту грязную работу берет на себя просто и все и когда в книге откровений читаем души убиенных обезглавленных за слово божие молятся богу доколе не мстишь боже за нас нас обезглавившим нас желает отмещение бог справедлив то есть он грех он не оставляет непрощенным за так должно быть пролита кровь это закон божий закон справедливости возмездие за грех грех взявший меч от меча погибнет закон справедливости смерть возьмите смерть до все проклят то меч господин удерживает от крови все то есть это закон божий закон отмещение так скажем все ну если закон бумеранга то есть если ты делаешь зло ног тебе он обратится то есть в ветхом завете он им был такой закон ока за ока зуб за зуб люди боялись вот а сегодня вроде как что бог повелевает прощать но это не значит что этот грех не будет отмещен просто мы верим что в этой жизни если мы человека простим ему то все равно бог его накажет при условии что если он не раскается если он кается то мы обязаны прощать он обещает больше так не будет и и сколько раз прощать до 7 или раз до 7 до 7 несколько раз согрешил столько и прощает но разные грехи они то что он там один и тоже сегодня тебя ограбил ты простил завтра тебя ограбил ты простил Завтра ограбил, простил. Да нет, конечно. Заявление написал, да в тюрьму ему, и все, пусть кается там. Не может же он всякий раз говорить, прости, я больше так не буду, опять на следующий день у меня было обкрадывать тебя. Он только может справедливо и одновременно милосердно воздать. И убить только Господь может. У нас после пришествия Христа права такого нет. Да, имени. Пусть больше не грешит там, воровством, в тюрьме. То есть, если человек в охране работает, я вот даже на лицензии учился, его дело не при задержании преступника, обязанность его не покалечить, не убить, а именно передать властям. Власти уж сами решают, что с ним делать. Сколько лет ему лишения свободы или штрафа, или еще что-то. И пусть там кается, да. Самосуд не должен быть никак. Час занятий прошел, и как по нашей традиции будет, можно задавать вопросы уже не по тексту, а может быть у кого-то что-то накопилось. Накопилось. Или какие-то объявления, или новости, или мысли. Пожалуйста, давайте общаться. Ибо таковы жертвы угодны Богу. Ни у кого никаких новостей. Ну, Сергей, брат, расскажи про Игнать Тихонович. Как у него там? Что он там? Все нормально, Андрей? Да, все нормально. Вот он картошку на днях присылал с Потеряевки. Звонил, чтобы я принял до развез нуждающимся. Ну, говорит, глаз не болит, не беспокоит. Однако Виктор Андреевич говорит, что процесс гноения еще продолжается. То есть, зря он отказался от чистки от этой. И никакого там чуда не было, исцеления. То есть, просто это так произошло, что при посещении врачей, они ему своими манипуляциями часть гноя выдавили, когда смотрели этот глаз. Только часть. А остальное еще там... То есть, он считает, Виктор Андреевич, что зря он не дался врачам полностью глаз почистить, так скажем. Вот. Ну, а что вы? Он говорит, мы на каренде, каренду собирались с Володей. Все, больше ничего такого там. Новостей нету. Брат Владимир вроде как в чат рулетку пишет, что вот он выходил, просил молиться. Не забывайте, молитесь. А благовестия из Потеряевки не было в этом году, да? Ну, то есть, не выходили никуда, не выезжали? Нет, не выходили, не выезжали. Намерения были. Вот. Вот. Сестра Елена Голодощук приезжала из Барнаула. И, ну, вот, деревенская община как-то, вот, она нас не поддержала в этом вопросе. Вот. Но вот в это воскресенье мы с сестрой Леной Голодощукой, она рассказывала, нет, у нас был праздник в Барнауле, день ходьбы очень большой в лесу. Ну, это стечение народа, там концерт, там всякие были. И мы вот там раздавали и Евангелие, и много раздали, больше, чем вот мы как-то на площади Спартака раздаем, потому что народу много было. Вот. И сестре Елене как-то вот, ну, понравилась Голодощук, как-то, чем в первый раз на площади Спартака как-то. Может быть, народ был такой более веселый, как бы, праздничное настроение было, спортивный народ такой был. Заботящийся о здоровье телесном, пьяных не было, как бы, табакуров не было, вот, ни одного не было инцидента, чтобы кто-то там что-то против сказал. Вот. Народ был доволен, потому что их пригласили на праздник, и на этом празднике все было бесплатно, там, и конкурсы всякие бесплатные были, и бутерброды, по-моему, бесплатные, там, и чай, ну, все такое вот было. Мария Рау, у нас такая организация есть, раздавали Евангелие. Вот. На днях я был, посетил брата Игоря Дебунова в больнице, ему удалили желчный пузырь. Вот. Камни, сначала один, потом несколько камней, полностью желчный пузырь ему удалили, прооперировали. Вот. Я привез ему Евангелие туда, он доволен. И прямо во время беседы я ролик снимал, и было, была раздача Евангелия, несколько Евангелия раздали. И вот он говорит, мне как раз нужно ходить после операции, вот буду ходить по больнице, раздавать Евангелие. Ну, благословил Господи, молитесь, может быть, его завтра, послезавтра выпишут уже. На параскопеек делали, да? Или полостная операция была? Я так понял, что не полостная, то есть у него шрамы, потом точки какие-то он показывал, ну, вернее, рассказывал, показывал через футболку, а раз точки, то это не полостная, полостная там. Ну, в одну точку телевизор вставляли, в другой там и есть, наверное, это скопия какая-то. Я не сведущего этого. Но в одном месте, говорит, полостная, это, наверное, полностью весь живот режут, а тут как-то по-другому. А мы и не знали, мы бы так молились, надо сообщать всегда. Мы же тоже молимся постоянно о нем, и вообще о всех там вообще никто состоит. И вот вроде он камней-то никогда не ел, откуда у него там камни-то? Ко мне он сказал, откуда? Это, говорит, Игнает Тихонич прав, он всегда говорит, не ешьте жирного, не ешьте подсолнечного масла жареного. Вот. Ну и даже вот карасе ловили, мы их на подсолнечном масле не жарили. И жарил я на один раз, правда, всего на говяжьем или там на бараньем лежу. По-моему, на бараньем матушка давала. Вот. И он так, я ролик снял, еще не выставил, завтра, может быть, выставлю. Как раз он, врач ему рассказывал, как эти камни, почему образуются. И он это все пересказывал, скорее он все знает. Но он два года или год назад отказался от всего этого жирного, от жареного. Но было уже поздно. Все равно эти камни уже успели образоваться. Лучше, чем раньше, тем лучше отказаться от всего, от всяких чебуреков, от... В общем, растительное масло, оно не должно подвергаться термической обработке. Вот это вот возьмите себе и у вас ни камни, ни рака не будет. Скорее всего. А может и будет, потому что вот он отказался, а уже было поздно. Ну, операция прошла успешно, как бы медперсонал расположенный. При мне даже врач остановился, все расспрашивает, как все. Двое мужчин потом подошли, с ним немножко побеседовали. Дали Евангелие. Потом он такой говорит, а что вам Евангелие? Он такие маленькие. Вы же мужики, вот он, по Новому Завету возьмите в подарок. Новый Завет ему принес, такие гидеоновские. Подарил он им. Ну, в больницу берут охотно. А он еще говорит, возьмите, почитайте для скорейшего выздоровления. Ну, попробуй тут откажись, кто же не хочет скорейшего выздоровления. Ну, а Евангелие, оно, конечно, способствует выздоровлению духовному, отсюда и телесному. Почему нет? Так что никакого тут подлоха нет. Вот. А когда Евангелие раздавали, как раз был накануне праздник Рождества Богородицы. И когда человеку предлагаешь, ну, как-то это, а потом говоришь, в честь праздника раздаем бесплатно, вот эти слова как-то благотворно влияли и люди брали. А, ну, раз в честь праздника, да, бесплатно, тогда возьму. А так, как бы, нет. Хе-хе-хе-хе. Ну, тут вот в чате шутить изволите. С камней, да, конечно, нет камней. Да, есть такая детская загадка. Маленький, зелененький, живет на глубине 7 метров, питается камнями под землей. Кто это такой? Кто знает? Кто не знает? Хорошо, брат, езжай, благослови тебя, Вячеслав. Работай, Игорю поклон передам, конечно. Вот. Еще вопросы? Нет? Ну, тогда продолжим еще чтение немножко. Бес чревоугодия, совершенно верно. Вот этот бес, он Господь потом этими камнями и наказывает, если человек вовремя не кается. Брат Игорь подвержен именно этим страстям, как мне кажется, ибо покушать любит. Вот. Много. Да, я сам подвержен страсти этой, иной раз, переем вкусненького. Глава 3. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 3 стихи. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да, будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы, ни нарядность в одежде. Толкование. Апостол изложил нравственное учение для всех, для царей, правителей, господ и рабов. Для подначальных поставил законам, чтобы они повиновались царям и правителям, которым нужно и в чем должно. И тем показал, что сами правители имеют некоторое предназначение и побуждение к праве в законах. И за все, что не делают по законам, не будут осуждены. А за все, что учинят вопреки им, беззаконно, несправедливо и самовольно погибнут. Ибо закон дан им на пользу народов, как говорит апостол Павел в Римлянам 13.4. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Видите, здесь явно проследуется, что Бог, он желает отмщения всем злодеям. И это правильно. Зло должно быть на земле уничтожено. И оно уничтожено будет. Во второе пришествие будет новое небо и новая земля. Все дела на ней сгорят. Злые дела. А добрые дела, они сгореть не могут. Они в вечность перейдут. И будет за них воздаяние, награда от Господа. Подобно законам, и правители даны на некоторую пользу, а не так, как некоторые худо рассуждают, будто существующая на земле власть от дьявола, соглашаясь в этом деле с дьяволом, который сказал Господу, «Все это предано мне, и я кому хочу, даю сие». Лука 4.6 Не по воле дьявола поставляются цари, ибо они даны для исправления зол, а дьявол не заботится ничего такого вводить между людьми. Власти же и правители даны от Бога. С одной стороны, для того, чтобы охранять право и устроять пользу подчиненных. С другой, для того, чтобы погрешающих удерживать страхом наказания и обличением. Наконец, для того, чтобы производить должное наказание, причинившим неправду. Показав это именно, что повиновение властям – добро, а не повиновение – зло, и предписав подобные отношения рабам и господам, апостол обращает теперь речь свою к женщинам. Жены, говорит он, должны быть заняты двумя делами – повиноваться своим мужьям и удаляться от всякого украшения и убранства, подражая святым женам. Ибо они, говорит, знали одно только украшение – то, что повиновались своим мужьям. Какая же польза от этого? Та, что язычники получают доброе понятие о вере и ревность по ней, что производит и наша покорность властям, и ради нас благодарят Христа. Для христиан великая похвала, когда ради нас и ради нашего доброго поведения язычники благословляют имя Божие. Слова без слова приобретаемые, значит, или то, что приобретаемые бывают без всякого рассуждения и противоречия, или то, что доказательство ады дел сильнее слова и искусности. Как и святый муж сказал, дело, не сопровождаемое словом, лучшее слово, не сопровождаемое делом. Четвертый стих. Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Ибо вся слава дочери царя внутри, а одежды ее убраны золотом, испещренные. Псалом 44.14. То есть сокровенное наше расположение и внешнее положение должны в точности соответствовать одно другому. Убранство золотом означает собой внешнюю деятельность. Называют же одежды убранными золотом и испещренными, потому что и обнаруживаемое изнутри является не как случится, но честно и важно. Пятый, седьмой стихи. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благотатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Толкование. Здесь украшением называют повиновение, говоря, они украшали себя, повинуясь своим мужьям. Сказав неопределенно, святые жены называют их дочерями Сары или по вере или по происхождению, ибо дочери необходимо должны подражать матерям. При украшении приличным христианкам убеждают их быть и милостивыми, не опасаясь за то взыскания от своих мужей. Это хочет выразить словами «не смущайтесь ни от какого страха», ибо естественно, что мужья потребуют иногда от них отчетов и сдержках. Такой возвышенной речью убеждая бережливых и малодушных женщин к тому, чтобы они щедрее раздавали домашние вещи, апостол удерживает и мужей от строгости к ним и говорит. То есть примите во внимание слабость и «мужья, обращайтесь благоразумно с женами, склонны женского пола к малодушию, и будьте к женам великодушны, не требуя с раздражительностью отчета в том, что верено им по домашнему хозяйству». Убеждает мужей не взыскивать строго жен для того, как мы сказали, что они были щедрее в подаянии бедным. А мне кажется, что этими словами апостол в сокровении важнее, чем Павел намекает на пользование правами супружества. Ибо Павел прямо говорит «не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию» и прочее. 1 Карифном 7.5. А Петр важнее сказал «благоразумно» и через то, намекнув на дело, убеждает мужей, так как женский пол и к этому склоннее не отлучаться от жен запрещением и строгостью. Но сначала снисходительно, как к слабейшим, пользоваться ими, потом с некоторой осторожностью убеждать их привыкать к воздержанию от всего. Ибо на это, то есть на снисходительность, хочет указать словами «оказывая им честь». «Ибо тому, на кого не обращают внимания, не бывает ни чести, ни пощады». Потом, так должно пользоваться ими в отношении сообщения, как слабейшими или как сонаследницами живой благодати. И что мы придали такой смысл предлежащему изучению, не без основания, на это указывает дальнейшее прибавление. «Дабы не было вам препятствия в молитвах». «Ибо какое препятствие молитве может быть от суровости мужа к жене своей, между тем, как оставление сообщения доставляет во время молитвы большую внимательность и усердие? Такова моя мысль об этом». «Очень мне нравится эта глава. И у меня даже на этот счет есть стихотворение одного брата верующего. Наставление будущей жене». Это вот в притче Соломона, 31 глава, и вот дальше потом уже будет вот как раз вот это вот 1 Петра, 3 глава. У меня здесь вот 3 стих, 4, 5, видите, вот как у Игната Тихонича. Каждая мысль взята вот из этой вот, из 3 главы 1 послания Петра, я вам сейчас зачитаю. «Оставление будущей жене». Она также вот это в притчах Соломона, в 31 главе говорится об этом. Ну и потом продолжается в 1 послании Петра и в 1 послании Коринфину. Покрупнее сделаю. Вот, то есть 31 глава, это вот в 10 стихе вот говорится, чтобы жена была добродетельной. Вот каждая строчка, это вот 11 стих, это вот 12 стих, вот в 31 главе, вот это вот все я на стихи переложил. «Так будь же добродетельной жена, да будет мужнина, уверена в ней сердце, он без прибытка, знаю, не останется, ему ты сладостью воздай, воздай, не горьким перцем. С охотой работай день и ночь, и руку протяни нуждающимся, нищим. Тепло одеты будут сын и дочь, пусть не боятся, когда в стужу ветер свищет. Плети, вяжи, строчи и вышивай, коврами устели полы все в доме. На будущее весело смотри, не унывай, чад мудро наставляй ты в Божьем слове. Веди хозяйство в доме, наблюдай, чтобы было все со вкусом и уютно. Гостей с любовью в сердце принимай, чтобы было в доме вашем многолюдно. Жен много добродетельных везде. Ты бойся скупостью своей прогневать Бога. И скажет муж тогда тебе, нигде я не встречал таких. И слава Богу, что есть сокровище такое у меня. Дай Бог быть с ним всегда благоразумным. Вот 1 Петра 3.7. А немощи твои, то есть муж к жене как бы обращается, никто не без греха. Любовь все стерпит. Пусть молитвы струны от невнимания не порвутся никогда. Прими от Бога дар к жене обращения, повиновенье, и повинуйся мужу своему. Цене нет, пожалуй, украшения, и злато-серебро уж ни к чему. Да будет украшением невнешнее плетение волос и жемчуга. Излишней нарядности в одежде, поверь, сестра, все это суета. Ты дух нетленный, кроткий, молчаливый, от Бога с благодарностью прими. И вмиг ты станешь самою красивой для мужа своего и всей семьи. Послушай, муж, ты так же обращайся благоразумно со своей женой. На немощи ее не раздражайся, любовью к ней ее грехи покрой. Вот такие вот стихи. Понравились? Жены. И мужья, будьте благоразумны с женами. Молитесь о благоразумии. Немощный сосуд, как сестра Елена заметила, взять сегодня немощный сосуд и вести ее к Царству Небесному, это подвиг для мужчины. Большая ответственность. Не всякий может эту ответственность на себя взять. Да, были бы такие мужья, немалодушные, не скупые. Где же их взять, сестра Анталия? Где же их взять? А были бы они, если бы Слово Божие проповедовалось как должно. Были бы обязательно. А он не научен, не научен. Поэтому и были бы такие жены в ответ мужья. Надо мужьям не жен искать, а женам не мужей, а самих себя исследовать. Верили вы, а я таков муж, а я такова жена, я соответствую идеалу красоты Божьей. Молчаливая ли я, благоразумный ли я, снисходительный ли я? Все ли лишние наряды я раздала, добродетельно ли я? Вот такие вот вопросы себе каждый пусть задаст. Это у нас как принято. Мужья на жен бочку катят, ну а жены на мужей. Это неверная программа. Самая верная программа, самая конструктивная. Виноват я, что у меня жена такая. Или виновата я, что у меня такой муж. Я подала ему соблазн. Вот, да, такие жены есть, Наталья говорит. Да только не каждый глаз заметит, так как мужья больше любят маску внешности, а не душу человеку. Так, ну что? Ну что? На семь. Где ж их найти? Где ж их найти? Да тут другой вопрос. Надо ли их искать? В церкви надо искать. Жен и мужей. В церкви. А церкви сегодня обмерщенные, к нашему сожалению, к великому. Вот. Сами придут. Вот, столпа говорит, хорошо вам оставаться, как я. А остался ли без жены? Не ищи жены. И успокойся, и все, и благодари Бога. Не каждый способен этот подвиг понести на себе. Подвиг супружества. Потому что в условиях вот этих вот воспитания, равноправия мужа и жены, вот это вот феминизм, это вот большое зло. И переформатировать сознание сразу не удастся. Мужья будут стараться женам выступать, под каблук под ним залезать. Жены будут стараться равноправия добиваться. Будут скандалы. И ни к чему хорошему это не приведет. Дальше развод. Зачем тебе это надо? Страдания. У нас нету положительного опыта, вернее, примера у многих. Мужья подкаблучники, жены властные. В основном мы в таких семьях социалистических воспитывались. К сожалению, к великому, вот. А коли не было примера у нас, вот. Пример у нас Христос, а он не женатый вовсе был. Хотя апостол Петр, которого послание сейчас читаем, женатый был. Павел не женат. Петр женат, откуда мы знаем. Потому что вот, Христос его тещу исцелил. Но раз теща была, то и жена непременно должна быть. Мне нравятся слова у Иоанна Златоуста. Там он рассказывает именно о разводе. У него есть беседы. Он приводит из Верхого Завета, из Нового Завета семьи, которая говорит, у кого добрая жена была, у кого злая жена, у кого муж добрый был, а у других неверующий. И он там, именно факт в том, что человеку ничто не может навредить. Ни женатому, ни неженатому. Главное, чтобы этот человек был верный Богу. Исполнять волю Божью. Боже, ничего не надо. А если ты любишь Бога, то ты любишь и эту злую жену. Иоанн же ничего не говорил о своей жене. Он только сказал, что будем благодарить Бога только за доброе. А Исаак, Аи Яковс. В таких примерах, наоборот, есть очень много в Верхом Завете. Нам еще надо поучиться на этих семейных примерах. А люди просто закинули Верский Завет, и все. Там именно прям семьи написаны, как они жили. Все страх Божий, воля Божия, исполнение воли Божьей. И все. Кто ищет волю Божьей, ему ничто не повредит. Ни дети, ни жена, никто. Все Священное Писание написано для мужей. Вот если бы они были все здравомыслящие, рассудительные, мудрые, то они бы поступали мудрыми со своей женой. Потому что жена бы такого мужа, как Христа, любила бы. А так они больше полотские, сревоугодники. Хотя свою волю исполнять они волю Божьей, как им хочется. А того и жены у них такие. Ну вот, впереди-то мы читали, что апостол Петр говорит, что жена может мужа обратить без слова, делом. А что, просто молчи, да и все. А где ж тут молчишь-то? Получается уже, к сожалению, к великому. Но если взять жену во времена апостола Петра, в те времена как раз жене было это удобно и выгодно просто молчать и делать свою работу. Сейчас у нас другое время. Вот если с мужем не будешь говорить. Вот у меня муж, я, например, молчу две сутки. Он на третью сутку сам идет и хочет разговаривать. Но невозможно. Да я могу вообще умолкнуть, ничего не говорить. Он все равно хочет говорить. Вот и где тут рассудительность? Ну, мог не молчать делать свою работу? Или он подумает, ну ты надулась на меня, или что? Ну, ты так не делай, чтобы он подумал, что ты надулась. Ты ему предупредишь, что Господь поверил мне молчать, что я хочу, чтобы ты уверовал во Христа. Вот давай я буду молчать, пока ты не уверуешь. Пошути это, что ли? Попробуй. Смешно. А то ты, может быть, молчишь от того, что ты действительно надулась. Может, он и прав. А ты-то себе, вот какая христианка молчаливая. На самом деле, ты дуешься на него что-нибудь, обижаешься. Тяжело. Я не представляю, как с неверующей стороной жить. Мне кажется, это тяжело, как тяжелый крест. Я верующий, не жил в браке с неверующим. Когда я был неверующим, я... Тут понятно все. Безбожный брак, это... Браком-то тяжело назвать, когда оба не верят. Когда верности друг к другу нет. Какой это брак. Это... Сожительство двух блудников. Прелюбодейный союз. Тут в интернете, прости господи, это... Собчак, это я тут грешным делом... Тут в группе я еще не прочитал, тоже все так касалось. За Богомолова, за это замуж вышла. Господи помилуй. Фамилия-то у него приятная, Богомолов, а мерзость какую-то, спектакль творит. Так молитва-то приятная, а еще непонятно, какому там Богомолову молиться, какому Богу. Вы что, суть-то вся. Они доказали на своей свадьбе, какому Богу они молятся. Собчак, дочь Каравина, я атеистка. Что сказать, а Богомола вообще... Родители его убежали со свадьбы от такого шоу-представления. Думаю, ничего себе немецкая. Господи помилуй от таких. Ну и смех, и грех. Ну какой поп их венчал-то? Вот вопрос, почему его сана не лишили-то? Вот еще люди вопросы задают такую. А они всем доказали, что в церкви нашей, в кавычках, обмерщенной за деньги, можно делать все, что угодно, любое кощунство. Ну и сейчас же интернет... Нет, главное там другие попы московской патриархии выставляют ролики, они оправдывают вот это все беззаконие. Все, не надо, они там покаялись, они написали там свое покаяние, свое исповедь на листочке. Где они там покаялись, а в чем покаялись, а ничего не понятно. Если они вышли в церкви и делали, что хотели. Покаялись, назначим пятимью, пусть и пятимью выдержат, потом венчают. Я так считаю. А так, к че? И пятимья-то для чего нужна? Она не хочет жить по правилам таким. Она не хочет жить по совести, она сама сказала. И это все фикция. Заплатила деньги большой кушей, все, и повенчалась, и пошла дальше. На следующий год опять придет с другим богомоловым. Или Чернодыровым. Ой-ой-ой. Священнику, который венчал, дано было указание свыше. Он признался в этом. Ну и че это? Я там тщательно скинул, как он не прослушал второй ролик о масонстве. Там о епископате как раз рассказывает Игнатий Тихонач. Очень интересное, послушайте. Вот это все, то, что там он освещает во свете Библии, это все сейчас и происходит на наших глазах. Это когда была запись еще записана и когда сделана? Там масоны своих ставят, людей. Им это выгодно, такой епископат. Да. Разрешит грех, все делать, все можно, ничего нету вообще. Бог все прощает и всех любит. И вот он там очень хорошо, кто не слушал, прослушайте. Вот там я записала минуты обязательно. Это очень полезная информация. Там он везде говорит, христианин, послушай, услышь, запомни это. Вот, наверное, вот на этом антихрист и придет к власти. Бог все прощает и всех любит. Мы разрешим грех. Это вот братья Карамазов, Достоевского, инквизитори. А по-другому, на чем он еще их объединит, все религии? Бог всех любит, всех прощает, все разрешено. Замечательная религия. Все за нее проголосуют. Как такого Бога можно не любить, который всех прощает, всех любит и всех в рай загонит? Иногда такая мысль приходит, что хорошо было бы, чтобы Господь сдвинул бы этот светильник, чтобы это в беззаконии прекратилось бы. Ну, может быть, чтобы какие-нибудь там китайцы стали бы православными, а русские разорились бы. И те, которые сейчас православные. Сдвинул бы Господь этот светильник, очистил бы здесь все. Самое ужасное то, что он уже один раз сдвинулся в 17-м году. Сколько голов полетело, сколько храмов было разрушено, сколько монастырей. И все не впрок. И все к Богу не обратятся. Слово Божие запрятали, не любят. Все на непонятном языке и богослужении. Да. Кстати, вот там во втором этапе о масонстве. Там, знаете, техничек говорит, почему на церковно-свайданском битве. Почему русскому народу не дают на русском языке священное писание. Это не просто так. Эти епископы от того времени, кто их рукополагал, а те, которые против масонов положили душу свою, они препятствовали этому злу в церкви. А сейчас, которые тогда рукополагались, а епископаты все, вот они вот это вот и породили свою. Свои привела излогу. Им это выгодно. Им это хорошо, чтобы молодежь не знала Слово Божье. Чтобы они не знали Бога. Были развращены и были готовы к принятию другого Бога. Да. Это масонство, это не севгианство. Давайте помолимся. Так, следующее у нас занятие будет в пятницу. в это же время. Храни всех Господь. Давайте помолимся. Достойно есть якова истину, блажит дитя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истыления Бога Слова Рушую, сущую Богородицу Тебя величаем. Молись, Наталья. Баба, Отче, Бог Егова, Иисуса Христа, прошу у Тебя, исполни нас Духом Твоим Святым, покажи Твое избрание на нас, чтобы мы держались за рейсу Твою. Помоги нам, Господи, проповедовать Слово Твое Святое, как правильно сказать каждому человеку, как объяснить слова Священного Писания, вложи в уста наши, положи печать на уста наши, чтобы из уст наших не исходило никакое зло, ни обман, ни хуление, ничего, то, что огорчает Духа Святого. Господи, сохрани, рабатливая Игнатия Тихоновича, священника Якима, и пошли им, священника, если угодно, для воли Твоей Святой. Дай нам место для изучения Слова Божьего, если угодно, воли Твоей Святой Господи, если можно еще где-то создать такую общину, но если не в православной русской земле, то в другой церкви, в сирийской копце или григорианской, дару сирийской церкви рождения свыше, устраши пастыря, прокуди их совесть, чтобы священнослужители проповедовали Слово Твое Святое, как должно, что за всем принадлежит нам предстать присудилищем Христова. Благослови нас, Господи, на всякое доброе дело, с отделанной Духи Святом, с любовью. Благодарю Тебя за эти занятия, за то, что Ты собрал нас сегодня, в этот час, в это время именно, с разных стран мира. Благодарю Тебя за толкование святых отцов, за всех тех, кто трудился над этим толкованием. Господи, сохрани Геннадия Фаста и всю семью его, чтобы дети его, Духи истинные, служили Тебе. Защити общину Барнаурскую, Потеряевскую. Сохрани всех детей, верующих христиан, и детей, которые не познали Тебя, еще до познать Тебе истинного живого Бога. Устраши, Господи, родителей, которые учат детей в беззаконии, развращают их и отпускают их на разные тренировки, которые не дают никакой пользы Души, только отвращают их от Тебя. Распусти нас с миром, Господи. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой, ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. С Богом. С миром Божьим. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.